друзья я приветствую вас на канале по вязанию зовут меня лара и в этом видео я хотела бы поделиться с вами информацией как я вяжу джемпер аля хейвард этот джемпер я вяжу из пряжи yarnart flowers подобный джемпер из такой же пряжей но в других цветах я вязала и у меня есть видео вы можете пройти посмотреть этот джемпер я вяжу некоторыми деталями отличающимся от того джемпера немного здесь у меня по-другому связана горловина вот такая двойная хотя набирала я петель здесь 172 петли в прошлом джемперы я набирала 170 петель но горловина здесь из-за того что связано резинкой и еще такая двойная она хорошо стягивает полотно поэтому кажется немного уже чем в предыдущем джемпере там горловина связана двойным руликом и имеет форму лодочки здесь немного по-другому я также распределяла петли на росток и углубления горловины далее по видео вы посмотрите я делала под съем всех моментов также от регланная линия здесь около 30 сантиметров но прибавки я делала в каждом третьем ряду немного по-другому я здесь вывязываю подрез вот на дополнительную нить я снимаю петли и все моменты ход вязания я подробно снимала и вы посмотрите в этом видео это первая часть здесь я довязала только до низа изделия подрезы и рукава вы посмотрите во второй части видео на данном этапе у меня связано все тело вот до резинки резинка здесь будет с небольшими по бокам разрезами и я все все подробно снимаю вам как я провязываю те или иные детали вяжу я на спицах номер два с половиной горловину я вязала на спицах номер два итак приятного вам просмотра спасибо за внимание всего доброго до новых встреч пока пока друзья я хочу вам показать как я буду вязать двойную горловину и так я отвязала две части одна часть у меня три сантиметра и дальше этим основным цветом я буду продолжать вязать джемпер и вторая часть контрастным цветом она составляет чуть длиннее 4 сантиметра это резинка два на два вот так вот она выглядит в рубчик связано у меня на канале есть видео как я вяжу такую резинку основной принцип здесь что первая лицевая петля это лицевая скрещенная а вторая провязывается классическим способом и получается вот такая резинка в рубчик вот так она симпатично выглядит у меня на спицах количество петель должно быть кратно четырем и набирала я это немецкий витой набор так вот он выглядит у меня на канале также есть видео по этому набору проходите смотрите а сейчас я хочу показать как я буду соединять эти две детали итак то части горловины которая у нас подлиннее 4 сантиметра вот позиция это к лицу то есть вот наша рабочая нить она находится справа и точно также у нас вторая часть точно также рабочая нить у нас находится справа то есть мы накладываем просто так вот сверху две части и я буду провязывать спицами которыми я вязала резинку резинку я вязала спицами номер два и я буду соединять эти две детали этой спицы номер два и потом я перейду на спицы два с половиной это те спицы которыми я буду вязать весь джемпер и провяжу еще один лицевой ряд круговой и так вот просто я наложила и одной спицей я буду провязывать захватывая петли с двух сторон так рабочая нить у нас уже будет рабочая нить которая который мы будем дальше продолжать вязать вязать джемпер того цвета тут уже лицевые скрещенные вязать не надо просто мы вяжем обычными лицевыми подхватывая по две петельки с двух спиц вот так и вяжем до конца ряда ну вот я соединила две детали горловины и провязала один ряд на спицах основного размера и вот у меня что получилось вот эти две детали соединены и вот так вот выглядит горловина моя так это с изнаночной стороны и теперь я буду распределять петли для вывязывания ростка росток я буду вязать укороченными рядами немецким способом и распределять петли я буду вот так давайте расскажу всего у меня в работе 172 петли я набирала и плюс одна петля для замыкания в круг то есть сейчас у меня на горловине 172 петли 68 я отведу на спинку 78 на перед и 9 петель на рукава рекламные линии у меня будут составлять по 2 петли и так мои точки разворота будут начинаться на рукавах двух сторон 3 петли 3 петли 2 петли и по переду будет у меня 3 3 4 4 и 5 и я буду начинать вязать вот мое начало вязания между двумя регланными петлями регланной линии и я буду начинать вязать поворотными рядами при этом я буду также вывязывать и делать прибавление в регланных линиях с двух сторон то есть я буду начинать вот здесь у меня в каждом нечетном ряду буду делать прибавки с двух сторон от регланной линии то есть я буду начинать вязать доходить до первой точки разворота возвращаться захватывать эти петли и так далее туда-сюда я буду вывязывать свой росток и когда я здесь развернусь я дойду до начала вязания и провяжу полностью выравнивающий ряд без прибавок это будет один такой окончательный ряд вывязывание ростка и затем я буду вывязывать свой реглан в каждом третьем ряду и так я сейчас маркерами для удобства отмечу все свои регланы и линии и точки разворота и покажу вам что получится регланы и линии я буду отмечать вот обычными булавками буду выставлять их между вот двумя петельками регланных линий точки разворота я буду обычными маркерами для вязания отмечать так ну вот что у меня получается вот эти мои маркеры булавки это у меня регланные линии и там где маркеры это точки разворота я буду приступать к увязыванию ростка основную нить которая у нас была ко второму слою наши горловины можно уже сейчас отрезать а потом все хвостики спрятать вот это вот зеленая нить я ее сейчас отрежу и буду вязать та которая бордовая друзья я вывязала полностью росток смотрите как красиво получается укороченные ряды я вязала немецким способом посмотрите нет никаких дырочек хотя пряжа это полухлопок и на этой пряжи видны все если какие-то шероховатости вязание какие-то погрешности но посмотрите при этом способе как это аккуратно выглядит это укороченные ряды немецкий метод если вы не знаете как вязать можете пройти у меня есть отдельное видео и посмотреть как я вязала вот так получается симпатично если сложить и посмотрим давайте сколько сантиметров не дал росток сейчас с вами померяем вот от середины спинки получаются четыре сантиметра росток у меня 4 сантиметра так а регланы и линии я вязала скрещенными лицевыми тоже смотрите как аккуратно выглядит из протяжек скрещенные лицевые петли из протяжек также у меня есть видео вы можете пройти посмотреть если вы не знакомы с таким методом посмотрите как элегантно красиво выглядит это регланная линия когда я вывязывала росток то прибавление в регланных линиях у меня были в каждом лицевом ряду росток как вы знаете мы вяжем поворотными рядами и затем чтобы правильно перейти от вывязывания ростка посредственно к вывязыванию регланных линий на всю нашу кокетку необходимо провязать в конце выравнивающий ряд то есть смотрите наша последняя точка разворота вот это и мы начинаем подниматься по лицевой стороне и делаем прибавки в наших регланных линиях и когда мы дошли до начала нашего вязания мы должны просто полностью провязать весь круговой ряд при этом в наших регланных линиях с этой стороны в этих местах мы прибавление не делаем продолжаем вязать и здесь у нас будет наша точка разворота двойная петля мы и провязываем вяжем дальше встречаемся с этой точка разворота это опять же будет наша двойная петля мы ее провязываем и здесь мы тоже не делаем прибавление в регланных линиях но мы провязываем наши протяжки потому что у нас здесь будут прибавления от предыдущего ряда и после этого я буду прибавлять в на в регланных линиях в каждом третьем ряду то есть я провяжу ряд сделаю прибавки и затем два ряда я провяжу без прибавок и так я буду вязать на протяжении всей линии реглана вы можете прибавлять в другом ритме допустим можете прибавлять как в каждом втором ряду или в каждом четвертом ряду зависимости от того какая у вас фигура у меня размер 52 но при этом у меня небольшая грудь и по опыту вязания предыдущего джемпера вы также можете посмотреть мое видео из этой же пряжи у меня сначала 15 сантиметров были прибавки в каждом втором ряду и затем 15 сантиметров в каждом четвертом ряду но я в этом джемпере решила не делать такие нерегулярные прибавки а просто связать прибавление в каждом третьем ряду друзья продолжаем вязать джемпер аля хейвард и я вот уже на какой стадии я полностью связала реглан вот он у меня вот так вот получается делала прибавки я в каждом третьем ряду и регланная линия у меня получилось 30 сантиметров так вот я делала прибавки 33 раза в каждом третьем ряду и последние прибавки я сделала три раза в каждом втором ряду для более лучшей посадки регланной линии вот такая красота у меня получается смена цвета я делала в каждом восемнадцатом ряду где-то я раньше отрезала нитку потом в каком-то моменте у меня цвет перешел самостоятельно я ничего не обрезала и потом дальше я со второго клубка прибавляла по ну где-то пол ряда где-то два-три ряда в зависимости от того как росла у меня регланная линия по петлям у меня получается такая ситуация на горловине у меня было сто семьдесят две петли вот такое вот распределение как вы помните у нас была спинка перед два рукава и регланной линии и после того как я вывязала реглан у меня получилось по спинке сто пятьдесят восемь петель по переду 162 петли и на рукавах у меня девяносто шесть петель и также остались по 2 петли на регланной линии в конце вязания регланной линии самое основное что необходимо сделать нам необходимо продумать как мы будем вывязывать низ изделия и что мы хотим от подрезов ну например вот у меня подрезы будут 10 петель потому что я хочу две петли пустить изнаночные будут у меня петли две петли а вся все тело будет лицевой гладью и по бокам у меня будет подрез сам по центру на 2 изнаночные петли чтобы потом эти две изнаночные петли из тела перешли у меня плавно резинку 2 на 2 поэтому необходимо просчитать по количеству петель чтобы сошлось в конце вязания именно в моем случае это резинка 2 на 2 как я буду разъединять ну как обычно все вяжут я провязала спинку и теперь вот я подошла к рукаву и петли рукава я сейчас сниму на нитку с иголкой вот как это делать ну как все делают девочки и мальчики кто вяжет любят вязать так я дохожу до середины регланных линий одна регланная линия у меня уходит на спинку другая на рукав снимаю свой маркер и переснимаю все петли на иглу здесь основное стараться петли не растягивать и аккуратненько как они смотрят переснимать их на дополнительную нитку можно здесь закрыть петли крючком но по времени это дольше мне как-то с этим не хочется сильно возиться в общем так переснимать все петли и здесь точно также аналогично при переходе с рукава на перед одна регланная линия уходит на рукав а другая на перед изделия я уже почти полностью пересняла петли рукава на дополнительную нить вот я подхожу к месту разделения рукава и переда так убираю свой маркер и аккуратно не затягивая легко связываю петли рукава здесь не обязательно очень плотно связывать можно чисто символически для того чтобы петли не распускались не сбежали с этой нити так на бантик завязываем так дальше что я делаю с подрезами подрезы я буду в этот раз вывязывать помощью дополнительной нити я на крючок из аналогичной пряжи набрала цепочку я хочу набрать подрезы 10 петель а цепочку я набрала ну где-то петель 14-15 теперь это сторона которая у нас от клубка идет нить мы последнюю крайнюю петлю затягиваем так и разворачиваем нашу цепочку и вот здесь вот есть у нас такие как перемычки да с обратной стороны цепочки так вот эти вот петельки вот из-за них я буду набирать петли на подрез но я отступлю от края примерно две петли и где-то с третьей начну набирать 10 петель чтобы у меня по обе стороны находились такие небольшие хвостики потом эту дополнительную нить мы с вами легко распустим и у нас будут открытые петли и так я начинаю набирать если спица вам неудобно можете воспользоваться крючком то есть вот нить у меня от спинки идет и я начинаю набирать 10 петель хорошо подтягивать их чтобы они плотно сидели на спица так набирала на цепочку я на крючок два с половиной и нить у меня аналогичная yarn art flowers так такая же как я вяжу джемпер хорошо так вот так получается потом я провяжу петли переда и аналогичным образом перенес сниму петли рукава 2 и точно также я наберу на дополнительную нить петли подрезом и продолжу вязание напомню что я по центру петель подреза центральные две петли буду провязывать изнаночными